Многие из нас слышали о таком понятии как американская мечта. Кто-то считает ее обманом доверчивых людей, а кто-то наоборот считает, что в США можно добиться всего. Простому темнокожему парню из Иллинойса Вирджилу Абло удалось стать воплощением этой мечты. Однако всем и смертны, и 28 ноября в возрасте 47 лет Вирджил скончался. Что же стало причиной смерти Абло, ставшим одним из ведущих дизайнеров одежды? Вирджилу удалось пробиться на самый верх мировой моды. Абло смог стать креативным директором мужской линии одежды знаменитого французского модного дома Луи Виттон. Вирджил, отучившись в Висконсинском университете на факультете строительства, продолжил работу в качестве архитектора. Несколько лет он работал по специальности, пока ему не довелось поработать со знаменитым архитектором из Нидерландов Рэмом Колхасом, который сотрудничал с люксовым брендом одежды Прада. В 2006 году он начинает свою карьеру в фэшн-индустрии. В 2009 году ему удается запустить собственную линию мужской одежды. В то же время он стал сотрудничать с известным рэп-исполнителем Канни Уэстом, заняв при нем должность креативного директора. Благодаря работе с рэпером Вирджил оброс связями в американском бомонде. В 2012 году, поняв, что пора двигаться дальше, он уходит от Канни Уэста и запускает собственный бренд – Pirex Vision. Успешность бренда росла, дизайнер сотрудничает даже с российскими звездами шоу-бизнеса. Среди них можно назвать Кристину Арбакайте, Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова. Три года назад Вирджил Абло был назначен креативным директором мужской линии одежды легендарного люксового дома моды Луи Виттон. У Абло было большое количество планов, но им, к сожалению, не суждено было сбыться. Мужчина боролся с редким онкологическим заболеванием, сердечная ангиосаркома, и проиграл в этой борьбе. Как жаль, Вирджил мог еще создать множество красивых вещей, но коварная болезнь оказалась сильнее. Мир праху.